Я специально ничего не рассказываю, может ты расскажешь? Ирочка, я поздравляю искренне. Аплодисменты! А ты слушай дальше. Боже, спасибо, все из-за меня было. Как это все случилось? Нет, мы приехали с дочерью в Москву, это был сентябрь 2008 года. Жили на съемной квартире. Мы приехали из Молдовы. И вы знаете, каждый месяц, когда я уже была отдать за квартиру деньги, это стол, на которой мы в Молдове жили всей семьей. И еще сверху, то есть 500 долларов, 15 тысяч, это деньги вообще сумасшедшие. И вот в сердце кровью я обливался, как же сделать так, чтобы не платить кому-то другому, а платить за свое. То есть вот эта мысль у меня с кем была. Я искала какие-то варианты. Банк, банк, и нам кредит не светил. И потом кредит, это конечно очень, я работала долгое время в банке, я понимала, что это... Кстати, тот самый юрист, один из юристов, помните, я ему говорила? Вот, и я конечно искала варианты, думала ориента. Ну ориента это такая вещь, то есть это с людьми, это с пожилые люди. А где найти такую бабушку или дедушку, то есть я готова была ухаживать, там годами ждать, в общем, выполнять все условия, чтобы только вот иметь вот это вот жилье в Москве. Потому что, в общем, я сказал, мы хотим, я хочу учиться в Москве. Вот мы, мам, я с ней собрала чемодан, мы приехали сюда. Вот, конечно, этот вариант с рентой тоже, то есть я не нашла. Что потом? Вот, журнал недвижимости цены. Вот я просто сказала, да, ипотеку отменили, отвела, то есть это не тот вариант, который подходил мне. Потому что ипотеку меня, во-первых, никто не даст, потому что я только приехала. Да, во-вторых, нет прописки, а в-третьих, это все-таки большие суммы. Вот, я купила журнал недвижимости цены, сферу листала, варианты, я нашла там объявление, квартира врав срочку. Я думаю, это что такое? Это вот действительно какой-то кооператив, ЖСК-1 был, я сходила, узнала. Это не мой, мы объявили не знаю. Да, да, я сходила, узнала, ну, конечно, там условия были более жесткие, и мне не понравился человек, который со мной разговаривал. Вот, знаете, вот, когда человек обманывает, все-таки чувствуется. Вот что-то вот, я поняла, что есть еще такие вот кооперативы, вот, пики, которые вот, с помощью которых можно приобрести жилье. И я стала искать в интернете. Вот, и я нашла вот зеленую дорогу, это вариант. Оказалось, что в моем окружении есть человек, который уже является членом этого кооператива. А его через интернет нашли? Один раз, ну, так как я со всеми делюсь, и вот с кем я работала, я всем сказала рассказы, говорю, вот есть такой вариант, есть такой вариант жилья. Вот, и оказалось, что среди моих знакомых есть люди, которые уже были членами, да, и мне говорят, вот, здорово, сходи, я там узнай. Я говорю, мне нужно быстро. Я говорю, мне нет времени, мне нужно быстро. Мне нужно быстро. Вот, я посмотрела сайт, посмотрела все документы, я позвонила, я поговорила. Да, кстати, она говорит, придите. Я говорю, нет, я приходить не буду, потому что вот я буду изучать так. Вот, и в принципе я действительно провела анализ рынка, я сходила в очень многие кооперативы, я просто до вас не успела дойти. Вот, посмотрела условия, и так как я очень долго работала в банке, то есть вот эти все вот скрытые проценты, какие-то комиссии, это все мне известно. Я просто это все пересчитала, и здесь более выгодные были. Лучшего варианта на самом деле нет. Вот, и я понимала, что если вступаешь, то есть надо делать по максимуму. Если хочешь результат по максимуму, то есть надо делать по максимуму. Поэтому, вот, Нэль Павловна, которая рассказала, я говорю, Нэль Павловна, такая хорошая вещь, такое это самое. Она говорит, боже мой, я же, это тут была, говорят, ты даже не представляешь, как здорово, люди, которые со мной были, уже купили квартиру. Говорит, я вступаю. Ты идешь, я говорю, я еще не готова вступать. Нэль Павловна вступила в сентябре, а я вошлась на следующий год, в апреле. И я вступила по максимуму. То есть я сразу внесла деньги, чтобы попасть в третий список. Но так интересно было. Значит, мы этим раз пришли с Нэль Павловной. Вот, с Олегом Анатольевичем беседовали часа два, наверное, да. Я провела комплексную проверку документов. То есть все посмотрела. Вот буквально с тех документов учредителей, кончая договорами этого займа, да, да, да. То есть вот уже конечные документы, которые уже, когда человек вселяется, без известного пользования, то есть все посмотрела. И, конечно, я потом пришла, еще раз у меня был какой-то вопрос, да. Ну, вот, знаете, вот есть такое, я не знаю, либо у меня уже такой азарт, либо это вот как-то вот. Я пришла в 26 апреле, у меня был просто вопрос. Я не собиралась еще унести денег. То есть я вот считала, как лучше сделать. То есть я знала, что я вступлю. Ну, вот сейчас вступить или как, через месяц или через два, или вот как лучше, чтобы максимально все получить. Вот прихожу к нему, он говорит, вы знаете, у меня с декабря месяца розыгрыш миллиона. Но для того, чтобы в него участвовать, вот тогда было условие, нужно 9 месяцев быть членом кооператива. Как минимум. Да. А я шла в апреле. Я так считаю, раз, два, три. Говорю, так осталось-то 4 дня. Он говорит, вот, вот и как. Говорит, если ты хочешь квартиру, то есть нужно написать заявление, должна вступительный взнос заплатить, должна в пае заплатить. И если хочешь в розыгрыше, знаешь, должна все у нее вступить. Все? Он ждал, блин, два часа после закрытия офиса, пока я принесла деньги. Я вас уважаю, ребят. То есть, что... Если деньги принесете, приходите. Я могу сказать, что это вообще золотые люди. Потому что... Я интересуюсь, все. Вот. На самом деле, нет. Наверное, не деньги. Дело в том, что настолько опытные люди... Я не знаю, я думала потом, почему так происходит. Настолько знающие. Я не знаю, может быть, такой большой опыт. Либо дому свыше. То есть, я не знаю, откуда это вот вы этих людей, которые работают в этой зеленой дороге. Но вот все, что они говорят, вот как они говорят, так и получается. Вот слушайте, выполняйте, и все будет. Значит, вступила, все. То есть, потом, Лариса говорит, хотите квартиру за год? Я говорю, конечно, хочу за год. Кто же не хочет квартиру за год? Она говорит, у нас есть программа. Вы должны вступить в эту двору. То есть, получается, когда я не сладенья, я вступила и в очередь в третью зам. И, естественно, на приглашать людей. То есть, смешанный тариф у меня получился. Хотела за занятие. Да. Лариса говорит, хотите квартиру за год? Хочу. Пишите заявление. Вот мы обязуемся в эту группу за год какую-то квартиру получить. Я говорю, хорошо. Для этого что нужно? Нужно ходить на занятия, нужно приглашать людей, нужно сделать домашние задания. Там у нас были. В общем, все это нужно выполнять. Ну, я думаю, ну, надо, надо. Ну, люди знают? Знают. Квартиру выдают? Выдают. Список вынкатываете открывают. Люди получали? Получают. То есть, я просто вот, честно, во всреду не могла ходить. Я звонила, приходила в другие дни. Мы там, и каждый раз мелочь сказала, два человека в неделю должна привезти. Понимаете, знаете, этих людей приводила. Когда получила? Когда я не получала. Правдами, неправдами. В прошлом году летом. Такой дым. Правда, никто не подписался летом. Но все равно люди приходили. То есть, кому говорила? Вы знаете, вот вступила в организацию, не знаю, хорошая, плохая, не злоденький, обманки, обманки. Пойдите, послушайте, скажите мне, правильно ли я сделала или неправильно. Вот, может, какие люди были. Они приходили, говорят, нет, хорошая, нормально. Ну, говорит, ну, нам не надо. А другие говорили, ну, не знаю, может быть, получится у тебя, может, не получится. Я думаю, да елки-палки, да что ж такое. И только, когда в зиме, ближе к зиме, люди начали подписывать, ко мне вступать. Вот. Потом что? Потом, в декабре месяце, Олег Анатольевич говорит, твоя Ольга должна взять очередь. Это обязательно надо. Я говорю, ну, надо, надо. Значит, точка моя, точка моя. Тоже в очередь. Потом что? Потом очередь. Обступить в кооператив. Да, вступить в кооператив. В общем, я что вам хочу сказать. Вот все, что они говорят, потому что это, даже если у вас там какие-то проблемы. Вот вы не знаете продачи, поменять же. Там какая-то сумма есть, какой-то суммы не хватает. То есть, есть определенные условия, да. Но Олег Анатольевич и руководство кооператива, они знают, как эти условия сделать более гибким именно для вас. То есть, это индивидуальный подход. Для того, чтобы, выполняя эти условия, вы быстрее получили это жилье. Ну, что? Вот я выполнял, все выполнял. Честно. Вот даже смешное, да. Вот Лариса звонила, говорит, в пятницу будут астрологи. Ты должна прийти, кого-то привезти. Ну, два человека, я прошла, все, на астрологов мы приходим. Так, все, это квартира, пусть ли в каком районе? Да, вот, кстати, по астрологическим у меня получается квартира, как раз вот мой, мой этот самый, центр. Ну, это первый, да, вот, и жить, и работать. Всегда, как батарейка, это жаль. Да, 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 патроны не доставать. В общем, ну, как получилось, смотрите, я же вступила, да, очередь есть. Третья очередь, вступила 29-й, в феврале месяце была 21-я, 20-я. Год, короче, всего отстояла, вместо четырех, примерно, да, всего год отстояла вместо четырех. И случилось чудо какое, что пришел у нас другой человечек, ну, она там сидит, и говорит, а у меня есть жилье, которое вот я хочу внести как в пай, там, если есть возможность. Понимаете, и я по очереди стал спрашивать у всех, кому подходит это жилье. И ровно как на ней выяснилось, что это то, что надо, каждому же разное надо, понимаете. И получилось, что она вместо четырех лет год всего. Вот там пришла женщина с документами, говорит, что-то там вот, ну, же ты посмотри, ну, и что посмотрю. Он говорит, ну, может быть, ты такую жить, ну, как жить, аренду платить. Он говорит, да нет, посмотри документы, и все поймешь. Вот, и, конечно, так как я юрист, я сделку проводила сама, то есть риэлтором не мало. Сделку мы оформляли примерно, да, три месяца, да, смысл. Когда мы, первое, 8 марта встретились или 5 марта, 6? Нет, первое марта мы первый раз. Первое марта, да. Я объехала, я только до секунды. 23 мая. То есть, да, три месяца. Ну, вы знаете, когда мне вот такую возможность предоставили, когда я вот, знаете, посмотрю документы, увидела вот эту схему, вот в голове она есть, говорит, я не могла месяц спать. Я вот, я прихожу, когда я говорю, я говорю, я не могу спать, говорит, все сложится, все сложится. А потом с этим ритмир-курьем, Петроградным. Петроградным. Короче, она будет долго рассказывать, все с тобой понятно, но мы поняли, да? Еще один счастливчик у нас есть, солнышко, закругляйся. Я хочу сказать большое спасибо этим людям, потому что вот, если бы не они, я не знаю, как бы, то есть вот на самом деле, вот слушайте, что говорят, выполняйте все, что говорят, причастуйте во всех акциях, во всех продушинах, во всем, что здесь организовывается. И действительно, вы будете въезжать в свое жилье. Мы, кстати, уже хотим побольше. Поэтому вторая очередь. Спасибо. А, да, подарочек. А, да, подарочек.